Продолжаем проходить Super Lucky's Tale. По факту игру-то мы уже прошли, но теперь остался последний финальный хаб, где от нас требуется кому-то что-то доказывать, к сожалению, иначе мы не будем защитником, хоть мы и спасли мир и определенно сделали больше, чем все эти ложки, которые здесь повсюду рассыпались и требуют выполнять их задания. Увы. Ну да ладно, зря что ли набирал такой прекрасный дарят себе. Давайте еще пару серий побегаем-поплыгаем с ним, но сначала сходим и почпукаем нашу старшую сестричку. Да, вот так вот хорошенечно. Пусть знает, как нас бросать и заставлять проходить дебильные испытания. Эй, Лахи, благодаря тебе все возвращается в норму, что означает, что мы наконец-то сможем поискать маму и папу. Я знаю, что они где-то там. Вместе я уверена, что мы найдем их. Да, точно, я сказала вместе. Ты и я, Лахи. И вся остальная моя команда. Вся остальная моя команда ждет тебя. Впечатли их своими навыками, и ты станешь защитником очень быстро. Удачи, ебина и хвост, маленький бро. Я болею за тебя. Ага. То есть получается у нас тоже какая-то трагичная история. У нас родители пропали, у котиков весь мир пропал, и нихрена из всего этого не раскрывается в этой игре. Ждите сиквел, если он будет. Увы. Я знаю, что испытания могут быть сложными, но не волнуйся, моя команда профессионалы. Они немного тупые, даже немного странные, но поверь мне, нет никого, кого бы я предпочла иметь на своей стороне, кроме них. Лукас? В смысле, конечно, я бы хотела, чтобы наш брат был в команде, но он всегда танцует под свой собственный бит, и я ненавижу эту музыку. Ух. Да, и брат у нас куда-то делся, и мы его не видели ни разу за игру. Так что да, сплошные намёки. Что же там происходит? Что же у нас за такая семейка сложная? Как же мы их, как же мы их воссоединим и так далее? Да и какая разница? Поехали выполнять испытания. Да. С этим сбродом я даже общаться не стану, но их всех навек по-прежнему всё такие же уроды, только одна наша сестра симпатичная. Итак, уровни. Уровни у нас происходят в таком вот диджитальном пространстве цифровом. Да, иди нафиг, я на тебя вообще накладь. Главное, что у нас тут? Нам нужно пройти серию таких вот прыгательно-бегательных испытаний. К счастью, здесь нет коллектиблсов, по крайней мере, обычных таких. Не нужно собирать буквочки, не нужно собирать монетки, не нужно искать секретную страничку и всякое такое. Здесь есть только один вид коллектиблса, который вроде бы достаточно легко обнаружить. Самое главное здесь это выжить, потому что эти испытания, очевидно, чуть более сложны, чем то, что мы обычно проходили. И упасть в пропасть довольно легко. Зато повсюду какой-то такой вот ретро-стиль 80-х, там не знаю каких ещё годов. Я в этом не разбираюсь, к сожалению. Но, по крайней мере, видно, что здесь всё так яркенько, красивенько, нарисовано. И, к сожалению, однообразно нарисовано, да. Не знаю, короче, что тут сказать, в принципе. В этой локации сюжета и не будет никого происходить. Просто проходи себе испытания и радуйся тому факту, что ты их проходишь. Так, единственный вид коллектиблсов, который есть, это вот эти вот хот-доги. Нужно искать один набор хот-догов на каждой локации. Или один конкретный хот-дожик. И это всё. В остальном нам нужно просто пройти уровень до конца. И это, в принципе, может быть несложно, если знать, как это делать, если не тупить. А я сейчас, естественно, тупить буду, пока не пройду всё это по 10 раз. Сейчас, возможно, что-нибудь повырезаем. Нам нужно стараться просто красиво идти быстро к финишу. Меня радует, что здесь не нужно особо париться, и можно просто проскипать большую часть коллектиблсов и прочего. Так и так покупать одёжку я уже не стану. Главное, просто под прикольную музычку здесь выжить. Да. И скорее тащиться на полной скорости вперёд. Тут у нас сплошные пропасти, прям как в каком-нибудь Sonic Heroes. Поэтому нужно будет постараться, постараться как-то выжить. Ой. Но в целом, если просто расслабиться и спокойненько себе играться, то эти уровни не окажутся хардкорными. Они, в принципе, достаточно такие обычные, в принципе. Тем более, что ХП у нас есть, чекпоинты у нас есть. Это всё ещё не клон УАС со своим этим режимом одной жизни. Где-то если один раз получишь урон, то всё, игре конец. Это просто капец какой-то. Эта игра казуальная до конца. И даже вот эти более усложнённые уровни всё ещё в основном казуальненькие. Вот первые быстренько полетели. Испытания здесь разделяются в три категории. Мы сейчас пройдём, наверное, всю категорию бегательно-прыгательного. И потом пойдём в менее весёлые, наверное. Хотя, может быть, это не лучшая идея. Может быть, лучше было бы наоборот. Так. Получили первую медалечку. И вот, если мы нашли хот-дог, то он приклеивается на табличку, чтобы мы знали, что мы прошли этот уровень на 100%. Вот и хорошо. Давайте сразу же постараемся пройти хотя бы половину всего этого дерьмища. И, возможно, что следующая серия будет уже финальной. Кстати-то, обратите внимание, экран даже в телевизор превратился. Лампово? Не правда ли? Так. Пошёл нахрен. Весь тобой сейчас сообщение интересно. Так. От нас требуется, видимо, опять стелсить, скорее всего. Ага. Понятно. Будем стелсить. Теперь уже совершенно непонятно от кого. Нужно постараться не получать урон и просто выжить. Так. Ну, короче, мне главное искать хот-дожив. Не хочется переигрывать, если я где-то что-то не увижу или затуплю, или ещё что-то. А бабло уже, в принципе, не важно. Так. Красивенькое место. Тоже такое симпатичное. Я хоть и не фанат всех этих ретро-стилей, но, по крайней мере, просто побегать тут вполне можно. Просто побегать и получить миллион звездюлей, да. Ну, сейчас, сейчас, сейчас я соберусь, я смогу, я справлюсь. Почему тут часть платформы не нарисовалась, не знаю. А вот, наконец-то. Спасибо, разработчики. Так, всё, сосредоточиться. Хватит тупить. Тут у нас более серьёзное мероприятие, чем кажется. Ой. А, нет, вот, всё нормально. Блин, вот это мне напоминает, конечно, в плохом смысле Sonic Lost World, где нужно в этой дурацкой дрели ездить. Ох, хот-доги нашёл, отлично. Всё, коллективлс получен. Но при этом меня всё равно выбило, когда я пытался взять коллективлс. Ну, ладно, главное, чтобы он засчитался. И всё будет хорошо. Как-нибудь выжим, короче, в этом деревом мире. Деревом мире страшных испытаний. Ну, ладно, мир тут, в принципе, нормальный, симпатичненький. Если бы не вы все, заставляющие меня проходить эти дурацкие испытания, вы, я имею в виду вот этих придурков НПС, естественно, которые интересы у меня не вызывают, в отличие от котиков, которых хочется сопереживать. Так, копаемся, копаемся, копаемся. Ну, возможно, что это сейчас будет самая унылая часть летсплея, потому что здесь реально просто нечего сказать. Просто вот пытайся как-нибудь выжить, и каждая ошибка отправляет тебя назад, и ты в итоге теряешь ещё несколько минут времени, которое я мог бы сэкономить, если бы просто не болтал. Поэтому, в принципе, эта часть игры хуже всего подходит до летсплея. Сказать-то тут будет особого нечего. Особо нечего, просто выживай, выживай, как-нибудь выживи. Ладно, авось как-нибудь выживи, посмотрим. Ага. Требуется, как видите, даже немножечко стратегии, что называется. Всё хочет тебя убить. Спасибо этим придуркам за такие испытания. Честный, правда ли? Серьёзнее и сложнее всего, что мы видели в течение игры. Непонятно, какого хрена. И если вся игра была такой лёгкой и халявной, зачем нас сейчас заставлять так мучиться? Так, ладно, пофигу. Не знаю, к чему я это всё говорю сейчас, в принципе. Просто не знаю, что ещё бы сказать. Нужно ведь как-то шевелиться. Нужно как-то выжить. Ой, блин. Ужас какой-то. Как же вы не любите бедного Лисика? Он через такое прошёл, чтобы вас всех вернуть в эту дурацую книгу и так далее. Не понял, что во что вернулось, то в любом случае, книгу мы вернули. Мы так старались, так трудились. И всё ради того, чтобы нас вот эти придурки-то гоняли ещё... Эти придурки гоняли нас ещё сильнее. Да. Ну, короче, я не хочу, конечно, придираться к игре, но это определённо один из главных минусов, что главный герой по сюжету такой вот лох, которому всё ещё нужно что-то доказывать. И выживать. Надеяться, что мы однажды куда-то доберёмся. Особенно, когда не очень-то понятно идём, а куда-то или нет. Нет, вроде всё нормально. Так. Это уже, конечно, не слишком весело. Я бы пошёл больше бегать и прыгать, чем копаться в этом цифровом дерьмище. Хотя, если представить, что Лисик сейчас роется в интернете, что называется, выкапывает оттуда всю самую интересную информацию, может быть, даже арты с собой заценил на Ешке. Хе-хе. Хотя, ладно, это уже чисто моя тема. Всё время про эти арты трендить, никому они, кроме меня, не всрались. Всё, уровень пройден, хорошо. Так, второй из шестнадцати. Всё ещё подсказки про то, что мы уже знаем, что мы уже этого Джинкса давно замочили, и он нифига не мощный волшебник, как оказалось. Он всё равно лезет в ближний бой, чтобы мы его просто очпокали. Если бы он этого не делал, он мог бы нас вечность там лазерами пилить своими. Но нет, злодеи всегда должны просрать, понимаете? Поэтому они совершат любую тупость, вот, любую тупость они совершат, чтобы просрать нам. Так, я, к сожалению, тоже не шибко умный. Но ничего, ничего, от меня быть умным не требуется, от меня требуется быть ловким. Постараться как-нибудь выжить в очередном море дерьмища цифрового. Так, да-да-да, здорово, Чип, пошёл нахрен, Чип. Чип и Дейл, блин, тоже мне. Эх, Чип и Дейл симпатичные бурундочки, по крайней мере. А вот вы все уроды сплошные. Не знаю, чем думали разрабы, выбрав в дружественных НПС такие стромные дизайны, таких стромных чудищ всяких разных. Что наша сестра и я, единственные симпатичные здесь. Ну и котики, естественно, тоже. Хоть они и стилизованы так, чтобы быть упоротыми, но они всё ещё симпатичные, несмотря на упортость. Так, от нас тут требуется, как видите, такая вот стратегия. Подпрыгнуть, ударить, потом ещё раз подпрыгнуть, чтобы успеть приземлиться. Хитро, не правда ли? Так, нахлам накласть, сразу же бежим, бежим, бежим дальше. Но всё-таки, да, возможно, что это будет труднее, чем я хочу. Возможно, что мне придётся всё-таки... О, да нет, выжил, нормально. Эээ, в смысле? Фух, я уж был подумал, что пуля самонаводящаяся будет меня теперь до конца жизни преследовать. Так, нам придётся теперь лезть всё-таки в каждый угол, пока я не найду сосисочку эту вонючую. Чтобы затолкать её с Сонику, что называется, в одно место. Он же любит эти вонючие чили-доги. Так, я, кстати, не разбирался, что там хот-дог, что чили-дог. Для меня это всё одно и то же. Еда для богатых, жуткий, дорогой и вредный фастфуд. Так что Соник для меня тоже зажравшийся богатенький чмошничек. Не-не-не, не знаю, к чему это я сейчас несу, конечно. Но, опять же, вы понимаете, нужно хотя бы что-то нести. Иначе летсплей застопорится. Так, из-за мутхауса мне он не нужен, мне нужна сосисочка. Сочная, вкусная сосисочка. Вы же видите, что я такой вот лисик, прямо-таки в нужде, которому очень нужно сочную сосисочку покусать, так сказать. Хе-хе-хе. А то, как видите, всех хороших и пушистых персонажей мы посадили в тюрьму, как нам сказала Лира в кат-сценке. И это означает, что теперь нам не у кого выбросить сочную сосисочку. Нужно самому их искать. Эх, по крайней мере, пока какие-нибудь новые котики не появятся. В конце концов, котиков был раньше целый мир, куда-то они делись. Подробности мы уже, видимо, никогда не узнаем. Так, стоп-стоп-стоп. Не нужно торопиться бежать вперед, иногда нужно просто оглянуться и посмотреть, что же там сзади. А сзади, оказывается, спрятаны сосисочки, наши драгоценные. Пора жрать, да. Хотел бы я сказать, но Лаки почему-то против фастфуда и просто его раскидывает. Так-то, получай, Соник, будешь знать, как жрать всякую хрень. Лаки вот этого не делает, и поэтому он всегда такой строненький и красивенький. В отличие от Соника, который с каждой игрой всё жирнеет, тяжелеет, и у него всё хуже и хуже даже его собственный буст. Так что в последней игре этот буст даже никого не повреждает. Ну что за позорище. А вот Лаки будет всё только круче и красивше с каждым разом. Возможно. Если в следующий раз, конечно, ещё будет. Ну что ж, по самим уровням сказать нечего, поэтому приходится нести всякий бред. Надеюсь, вы не против, как-нибудь доживёте последние две серии летсплея. По крайней мере, я постараюсь, чтобы это были последние две серии. Но ничего не обещаю. Всё-таки из-за всей этой рандомной натуры всех этих испытаний, того факта, что нужно искать сосиску в каждом из них, может быть сложновато. Но ничего. Три уже есть. Надо постараться, главное, хотя бы восемь. Если успею восемь сейчас, то успею восемь в следующей серии. Этот чел кого-то там хочет обнять. Ужас какой-то. Лучше выровнял нашу сосиску. Пушистую. Которую мы, в смысле, собрали, разумеется, и прибили гвоздём к табличке. Но, в принципе, да, очевидно, что наш главный герой против фастфуда, раз он даже сосиски прибивает к табличкам со всей дури. Ужас. Так. А вот здесь уже наш стандартный уровень, к которому мы привыкли. Но, к сожалению, есть тут одно такое большое «но». Он тоже более сложный, чем обычно, потому что нас тут регулярно разворачивает. А поскольку Лаки у нас бежит неконтролируемо, как будто у него страшные поносище, нам придётся сейчас пытаться как-то найти правильный маршрут здесь. И самое главное, как-то добраться до низу, чтобы получить коллектиблс. Как-то, да. Проходится-то он быстро и легко, а вот коллектиблс где-то в самом низу, скорее всего, находится эта вонючая сосиска. Но вообще, мне, конечно, нравится то, что здесь происходит, мне нравится этот уровень, он прикольненький. Вернее, не этот уровень, а в целом эта игра. И в целом этот DLC тоже ему вполне соответствует. Вся эта ретро-тема, 80-х или какие-то там ещё, тоже симпатичная. Но всё-таки, всё-таки, кажется, я уже совершил ошибку, потому что мне нужно было идти в самый низ. Но не волнуйтесь, нет ничего, что не исправит монтажек. И вот она, сосиска, в самом низу. Всего-то нужно не торопиться и не переключать этот приключатель сразу же. Всё, а другое дело, тебя можно спокойно валить к выходу. Ой, как же это приятно, когда ты уже всё собрал и знаешь, что можно больше не париться и просто искать выход. Так что да. Проходить на 100% возможно была всё-таки не самая удачная идея, из-за того, что нервничаешь в итоге в течение всего прохождения, и вместо того, чтобы просто расслабиться и казуально поиграть, думаешь, собрал ли я то, собрал ли я это. Это не очень-то правильно. Поэтому в других играх я уже не буду стараться так собирать всякое барахло. Нет, нужно всё-таки делать по-другому. Нужно... ой, нужно искать приключатели. Да, нужно двигаться просто по сюжету и не обращать внимания ни на что. Думаю, если я буду проходить ещё какие-нибудь игры, например, Terminator Resistance, скорее всего я так и сделаю. Буду только проходить чисто по сюжету, а не штики искать за кадром. Это правильно. В летсплее нужно расслабляться, веселиться, какие-то там шуточки смешные придумывать, ну или просто нести всякий бред в надежде, что кто-то с этого посмеётся. А вот когда ты начинаешь тупить или пытаться серьёзно что-то проходить... Нет, это такая скукотища. Лично мне это совершенно не нравится. Так. Я пока что вообще понятия не имею, куда я иду, но надеюсь, что иду правильно. Уровень хоть и простенький, но, блин, так не хочется проводить кучу времени впустую, переигрывая, переигрывая, затупливая на одном месте. Тем более, что сказать-то нечего. Всё равно просто беги себе и любуйся этой красотищи, и слушай прикольную ретро-музычку, крайне растилизованную. Ну, идём вроде бы неплохо. Уже 4 из 8 есть, и с помощью монтажа я всё равно подсокращу эту серьёзно. И лаки так раскачиваются, раскачиваются красивенько. Так, ладно, я думаю сейчас не о том. Надо думать о том, что пройти дальше. Ой, ужас. Местность тут, конечно, такая, что не запутаешься особо, но и делать тут нечего. Только если вот пообщаться с этими НПС с предыдущих уровней. Но на них наклась, к сожалению. Я бы с кошечками пообщался, но они в тюрьме сидят, увы. Да, и на тебя мне тем более накласть, тупая железяка. Извините, но у меня несочувствие и с переживанием определённо не вызывают. По сравнению с котиками, у которых такая тяжёлая несчастная судьба. Поэтому плевать. Так, а вот здесь, кстати говоря, всё не так уж просто. Нужно, как видите, играть настоящего ниндию. Мне это прям напоминает последний уровень в Шиноби 3 на Сегу. Ну, конечно, понятное дело, что я любую игру буду сравнивать с Сеговскими видео, потому что видел там, видел это. Тем более, что на Сеговске у меня в основном были платформеры. И, естественно, когда я вижу платформеры современные, я тоже не могу перестать их сравнивать. Так, а здесь что от нас требуется? Внезапно собирать всякий мусор. Ну, надеюсь, мне дадут сосиску за это. Кстати, обратите внимание на фон. Там летают дельфины с радугой и лазерами из глаз. Интересно они, правда ли? Так, сосиска найдена, уже хорошо, правда, я немножечко пробил себе башку. Зато полюбуйтесь на этих радужных дельфинов с лазерами. Интересно, что это отсылка? Или это разработчики просто укурились своими грибами, которые мы собирали на кладбище? И придумали это. Но, определенно, это одна из самых вычурных вещей, которые только можно засунуть в такую игру про лисика, не правда ли? Дельфины с лазерами. Лазерные дельфины. Ну, не знаю, не знаю, ссылка ли это на что-то или нет. Накласть. Главное... Ой. Главное это свалить отсюда как-нибудь. Ай. Да, бедный лисик. Вот видите, какие у него прекрасные товарищи. Они хотят, чтобы он проходил через вот этот вот путь боли. Чтобы он постоянно страдал, чтобы ему было плохо, чтобы он кричал, чтобы он умирал и так далее. Злые у него друзья все-таки. Злая сестра, злые ее товарищи понаслоили всякого дерьма и заставляют бедного, ни в чем не повинного лисика, который спас лирно, страдался уже, заниматься вот всей этой хренью, чтобы кому-то что-то доказать, понимаете? Какие же они уроды. Я на все тысячу процентов уверен, что они сами никогда это дерьмище не проходили. Что логично, потому что там один Йети здоровенный, другой робот здоровенный. Естественно, они через это не пройдут. Они тут тупо не пролезут. Да. И червь. Короче, да. Такая себе компания у Лаки, к сожалению. Не повезло ему, не повезло. Одни всякие уроды. Стремные и противные. Ладно. Как-нибудь выживем, короче. Выживем им всем назло. Всем этим сволочам. Будут знать над нами издеваться, посылая нас на такие самоубийственные задания, где мы постоянно испытываем только одну сплошную боль и лишение. Так. Подлечились уже хорошо. Лаки слишком позитивный. Ему реально не хватается хребта, что называется. Не хватает ему настоящего персоналия, чтобы он смог тоже выразить свое какое-нибудь фи. Типа, шо вы не заставляете заниматься всякой хренью? Вы что, не понимаете, что я спас мир, что я уже настрадался? А вы теперь хотите, чтобы я страдал еще сильнее, сволочи проклятые? Ну вот, приходится страдать. Все ради того, чтобы полюбоваться на дельфинчиков и пожевать хот-доги. Вернее, поприбивать их к табличке, потому что мы против фастфуда. Да, мы его осуждаем по полной. Так, это получается 5 из 6. Хорошо, идем, хорошо. Надо постараться за эту серию и, возможно, закончить все эти побегушки. Потому что остальные пазлы, которые с правой стороны, они уже немножко не такие. И, кстати, можно еще заглянуть вот в эту комнату. Вот в эту интересную комнатку. High Score GPR. Интересно, что это такое. Пдыщ. Ну, почему бы не поломать имущество, не правда ли? Они это заслужили, эти придурки. Нечего нас посылать на самоубийственные задания. Так, ну-ка. Ага, вот. Открываем проход. Не знаю, зачем, правда. И валим проходить дальше. I ain't afraid. Я не боюсь названия челленджа. Походу, бояться буду здесь именно я. Увы. Они, естественно, более хардкорные, чем все, что было раньше. Да, наклась на вас, если честно. Дайте мне котиков. Они еще и обзор уменьшили. Из-за вот этой вот стилизации под телек. Так. Нам, короче, нужно тащиться за призраком и не отставать, иначе. Все платформы перед нами перестанут освещаться ее фонариком, и мы упадем и сдохнем. Такие вот здесь прекрасные испытания, не правда ли? Такие у нас здесь добрые товарищи и союзники. Ничего не скажешь. Сейчас прям в штаны наложу от радости того, что у меня такие замечательные друзья, которые меня определенно прикроют, а вовсе не свалят на меня спасение мира в сиквеле. Если, конечно, сиквел будет, в чем, увы, есть смысл сомневаться. Я нихрена тут не вижу. Тут нужно как-то камера, видимо, вращать, успевать еще. Ужас просто. Жестокие испытания, жестокие. Еще надо высматривать хот-дог, чертово подери. О, все, пожалуйста. Вот видите, пожалуйста. Одна ошибка, и ты сразу же сдох и начинай все заново. Мне еще сразу же всю жизнь отняли. А не одно хп. Серьезно, это серьезно, да. Ну что ж, поехали снова. Ох, кошмар. Одна ошибка, и сразу же смерть. Еще нужно высматривать хот-дог. Какой-то ужас, честно говоря. Этот уровень уже определенно начинается... Начинает меня немножко раздражать. И заставляет меня сожалеть о том, что я всем этим занимался. О, ужас. Лучше бы я поигрался в какой-нибудь шутерок на вечерок, чем заниматься этим. Так, ну-ка, ну-ка. Надеюсь, там хот-дог, хот-дог, хот-дог. Фух, хорошо. Да уж. Ретро-пиксели на фоне. Прямо-таки вспоминаем старый добрый первый Сонечек. Как-то только начались все эти вонючие гринхеллы. Хотя нет, не хочу об этом думать. Давайте думать о чем-то более позитивном. Например, о том, как бы устроить геноцид червей, призраков, Йети и прочие швали, которые мы видим в этой игре. Чтобы остались только лисики и котики. И постоянно размножались, делая больше лисиков и котиков. А то их здесь маловато. Одно вонючее червье все заполонило. И, к сожалению, червье мы видели не в последний раз. Ну, здесь, конечно, какая-то жесть уже пошла. Тем более, одна ошибка сразу же смерть. Но, к счастью, прошлось довольно быстро. И то хорошо. Да. Все, пройдем. Пройдем. Как-нибудь дотяну до конца этого летсплея. Даже не знаю, сегодня его заснять или отложить еще одну серию назад. В принципе, куда торопиться. Я пока еще даже не определился, какую игру я буду снимать после этой. Варианты есть, а вот уверенности нет. Да. А вот Лаки всегда уверены и всегда довольны. И всегда находятся под кайфом. Хорошо быть Лаки, не правда ли? Так, ну еще два уровня и можно будет закончить на сегодня. Поехали. Заодно закончим самыми тяжелыми. Потому что, по идее, то, что осталось слева-то, оно будет попроще, в принципе. Но не буду каркать. Ох да, сейчас меня тут жестко замучают, распилят на этих стеночках. А, блин, тут, наверное, где-то хот-дог можно было разглядеть сейчас. Ну, этот придурок говорит, ой, здесь жарко, или это просто я такой горячий? Нет, ты урод. Вы все уроды. Наша сестра хотя бы симпатичная, поэтому ей можно простить свинское поведение в отношении ее братика. Заставляют его заниматься всеми этими ужасами выживания. А вот у вас всех оправдания никакого нет. Блин, придется еще теперь на лестнице лезть, наверное. Кошмар, кошмар. Ай, ну, по крайней мере, у разработчиков хватило кишков хотя бы и здесь врагов стилизовать. А то они все время такие обычные, обычные были в основной игре. И здесь уже хотя бы что-то новенькое. Чего мы еще не видели? Такая металлическая вариация у всех врагов. Хотя, в принципе, это ничто не меняет, если подумать. Так. Мы не туда, а не сюда. Надо, по идее, все эти уровни проходить сначала за кадром, потому что... Мне это каждый раз будет сейчас смущать этот момент с тем, что я не знаю, где находится хот-дог. И не хочу тратить время, собирая вот эти бесполезные коллективолцы. Тем более, зачем они вообще тут нужны? Гораздо проще пойти на предыдущие уровни, где гораздо легче все это собрать. И набрать себе там миллион бабла на всю одежду, если очень хочется ее получить. А мне особо-то и не хочется. Зачем мне одежда? Если я без нее выгляжу симпатично, да и тем более, у нас так уже есть хорошая шмотка. Ну ладно, придется потыкаться в каждом уголок видео пока что. Пока я не определюсь, где же находится коллективолцы, который мне нужен, так сказать. О, еще требуется быстрая реакции, ужаснейшая. Да уж. К чему эти испытания, конечно, непонятно. Что, эти тупые защитники ожидают, что так везде будет в дальнейшем? Пока мы будем заниматься спасением родителей, войной с котиками или еще какой-нибудь фигней. Что-то я сомневаюсь. Все, я сдох. Блин, грустно это. Будем искать, 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 надеяться. Кстати, я могу тут как-нибудь... А, нет, не могу, саму малость не долетаю. Обидно, блин, обидно. Короче, видимо, у нас все оставшиеся прохождения были теперь намонтированы. Не благодарите, так сказать. Экономлю и свое, и ваше время на своем бессмысленном триндеже. Ой, тут бы еще выжить бы как-нибудь, меня все так хочет сильно убить. И за что? Я же такой милый, невинный лисенок, который просто хотел спасти мир. А теперь никто не спасет меня от моих тупых друзей и родственников, которые хотят меня замочить. Как часть дурацкого испытания, которого я не просил. Эх, я всего лишь захотел, чтобы всем было хорошо. Но разработчики решили, иди и страдай. Страдай и отказывайся от фастфуда. Не жри в итоге вообще ничего, чтобы платье продолжало меня, что называется, не полнить. Хе-хе-хе. Хотя, в принципе, да, логично, хочется быть красивым и стройненьким, поэтому приходится отказываться от мусорной еды противной. Да. Все, получается, мы закончили с этим или нет? Ну-ка. Да, мы прошли все испытания с беготнёй и прыготнёй. Ура. Наверное, не стоило так делать, лучше было сначала их как-то по очереди брать. Два оттуда, два оттуда и так далее. Спасибо, ещё одна страшная уродливая рыба, это определённо того стоило. Он, Лаки, вообще плевать, ему больше нравится на бабочек смотреть. Ну что ж, получается всё. Теперь мне остаётся посмотреть на костюмчик, который я разблокировал, и пойти проходить какое-нибудь ещё испытание, одно, после чего мы закончим с этой серией. И будем уже в следующий раз да проходить дальше. Так, где у нас там магазин, кстати, находится? Я уже подзабыл малость. В этом говнюшнике ещё поди разберись. Места, главное, мало тут в целом, но понастроили всякого дерьма на этом острове дурацком. Кошмар, за что мне всё это? Я просто хотел спасти мир, чтобы все были счастливы. Котики и лисики жили вместе, что называется. Вот, у нас тут указывает, нужно собрать все 16 хот-догов на каждом уровне. Пока что я с этим хорошо справляюсь. Так, наша одежда за прыгай-бег, это ещё какая-то ретро-хрень. Максим Муллет и Уник Ю Йорс Универсал Юнит Арт. Ужас какой-то, выглядит стрёмно. Я лучше останусь в своём прекрасном платьице, потому что я в нём такой симпатичный няшечка, не правда ли? Ну всё, поехали. Пройдём что-нибудь такое самое простенькое. Да, хотел бы я сказать, но, к сожалению, я прошёл по факту самое лучшее, что было в этом DLC. Потому-то, наверное, не стоило делать это сразу же. Ладно, поехали. Потому что напоследок там осталось кое-что другое. То, что уже не так радует. Это головоломки, которые были у Тесс. Только вместо Тесс теперь на фроне будет вот эта чувырла страшная, уродливая. Ужас, не правда ли? Ну тут хотя бы всё просто и понятно, в принципе. Ну так, в целом, потому что тут от нас требуется игра с физикой, как видите. Постоянно переключаем туда-сюда досочку. И нужно как-то собрать, опять же, все монетки до единой, и при этом ещё и все хот-доги собрать. Ой, ужас. Боюсь, что здесь я замучаюсь очень сильно. Но торопиться пока что некуда. Если я уже в 8 прошёл уровней, то сейчас я тогда пройду. Вернее, 7, 7, 7. Да. Это, конечно, уже не очень весело. Прыгать-бегать мне нравилось больше, чем заниматься вот этим же, что было у Тесс. Только теперь эта тупая курица, естественно, никак там не обоснуть, почему мы этим занимаемся, не правда ли? Просто занимайся, занимайся ради науки червивой. Червивой насквозь прогнившей науки, что называется. Так, так, ломаем физику, хорошо. Главное хот-дожик сейчас получить. Получить вкусный хот-дожик, я его заслужил. Я же такой прекрасный, добрый лисёнок, не правда ли? Так. И, к сожалению, у нас таких досок будет здесь ещё не одна. А как минимум, сколько-то там тоже. Четыре или пять, или шесть, или ещё больше. Ой, ужас. При этом тоже почему-то играет такая ретро-музычка, хотя она здесь вообще никаким боком, что называется. Так. Последние монеточки. И придётся сейчас ещё полчаса кататься, пытаясь их выбить. И всё это ради чего? Ради того, чтобы получить медали. Хотя, да, чё я хочу. Кому ордена и медали, нам нихрена не дали. В этот раз и мне дадут медаль. Медаль, что я дурачок. Всё, готово. Получил звездюль, но, по крайней мере, это того стоило. Ужас. И так ещё неизвестно, сколько минут придётся бегать и мучиться. Так что да, возможно, что я совершил ошибку и оставил самое... И пошёл сразу же самое лучшее, что было в DLC. Нужно было проходить сначала вот эта вернища скучнейшая. Потому что мне его вполне хватило с тест. Всё. Одно прошли. Ещё прийти штук пять. Или сколько там. Короче, дофига. Плюс одна медалька, и мы уже на полпути к тому, чтобы доказать этим придуркам и уродам, что мы чего-то достойные. Я считаю, что мы достойны более симпатичной команды. Какой-нибудь пушистой и красивенькой. Но ничего не поделаешь. Так, ну в принципе, мы ещё можем пару минут наснимать, а то серия даже до полчаса пока что не дошла, после всего моего монтажа, по крайней мере. Тем более, что у нас тут, как видите, осталась одна покатушка, две покатушки, три покатушки, четыре покатушки, пять покатушек. Пять уровней на этих интересных досочках. Поэтому нужно хотя бы один ещё вынести. Подсократить, чтобы было пройдено больше половины DLC чисто технически. Тем более, что на последних сериях, на последних уровнях, треника будут упить ещё страшнее и дольше. Ой, особенно пока это чудище на фоне на меня взирает. Ужас просто какой-то. Ведь была такая симпатичная кошечка весёленькая, поехавшая немножечко. А это просто поехавшая чудище, уже не симпатичная. Тем более, тут ещё лифты, пропасти, бочечки. Короче, нас будет всё замедлять. Так что да. Чем больше этого дерьма пройду сейчас, тем меньше придётся в финальной серии проходить. Да, потому что там всё равно снимать будет больше уже нечего. Может быть я за кадром всё-таки куплю все вещи. Так, для галочки чисто, чтобы оно всё было у меня. А то чего я всё это дело собирал? Чего я покупал? Ой, чего я таскал всё это бабло? Чего я искал все эти алмазики и прочую дарить? Ну, если я это не использовал в итоге. Нужно немножечко применить свои финансы. Даром, что в итоге я всю игру просто собираю деньги для этого торговца вонючего. Так что обогащаю его своим трудом, понимаете? Это как в Спайро с этим медведем вонючим, который постоянно с нас требовал. Гор алмазиков за всякий мусор, который нам был, разумеется, нужен. Так, ну и чё, как это работает? И даже камеру не могу повернуть, чтобы увидеть, куда я там тыкаюсь. В какое место, в какое отверстие, что называется. Ай, ладно, упаду, наверное, вниз. Скорее всего, мне сюда тоже нужно. Ага, действительно нужно. Так, ну хорошо, что я решил снять ещё один уровень. Очевидно, это займёт дохренищу времени. Хотя бы сосиски искать не нужно, они все на виду. Так, ну нужно выжить, выжить, выжить. Блин, музон один и тот же, к сожалению. Это довольно печально. Так, ну как, как туда закатиться? Блин, я не вижу же нихрена отсюда. Разработчик гений просто. Нужно же было так по-дебильному повернуть камеру. Вот, наконец-то. Я превратился в ужасного подопытного кролика. Вернее, подопытного хомячка. Короче, надо мной издеваются, как хотят. Вот к чему я это говорю. Так, 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 хот-дог есть. И ещё один звездюль. Бедный Лаки. Так страдает, даже находясь внутри шарика. Ещё и такого хрупкого. Прям вспоминается субмарина из червяка Джима. Которая тоже постоянно трескалась, трескалась, сяблевое прикосновение к камушкам окружающим. Ой, это был ужасный уровень. Хорошо, что у меня теперь есть карта этого уровня. Я могу просто на неё посмотреть, вспомнить какой-то ужас и больше никогда не проходить ту игру. Да, по крайней мере, без сейф-стейтов уж точно. Но всё, тут, по крайней мере, закончили. Почти. Какой-то ужас, конечно. Так вращать этой камерой очень неудобно и неприятно. Вернее, не камера, а уровнем в целом крутить. Так же, как мною крутят-вертят все эти наши типа положительные персонажи. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин. Причём после того, как я проиграл тут и перепрошёл тот уровень, включилась уже другая музыка, уже более подходящая к этой локации. Зловещая, прямо как эта мерзкая червиха. Ох, ужас. Ну прошли и прошли, и то хорошо. Всё, теперь точно пройдено больше половины этого DLC, и за следующую серию мы с ним так или иначе закончим, даже если летсплей стал таким унылым. Но ничего не поделаешь. Нашему Лисику не дают отдохнуть, и мы тоже не будем отдыхать, пока не закончим все его приключения на 100%. Давайте пока что всё-таки отдохнём, и скоро продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok